Салья, но я предлагаю пойти к гостю. В преддверии праздника нельзя заставлять ждать. Конечно же. И у нас в гостях Елена Крамчанина, директор гимназии номер 11 имени Тренева, города Симферополя. Конечно же, мы сегодня поговорим о вообще достижениях учителей, заслугах учителей. Ну и стоит отметить, что Елена Владимировна заслуженный учитель Крыма. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Позвольте поздравить вас с наступающим праздником. Желать вам хороших, благодарных учеников. Вкладывая знания в головы которых, вы получили стопроцентную отдачу. Спасибо. Это, наверное, действительно очень актуальное пожелание для всех учителей. Потому что сегодня все-таки сложно становится работать с детьми. Это стоит признать. С каждым годом, наверное, все сложнее. Когда это было просто. Во все времена это было сложно. Позвольте начать с поздравлений сегодняшнее утро. Хочу поздравить своих коллег, учителей гимназии, нашей номер 11 имени Тренева города Симферополя. Хочу поздравить всех коллег города Симферополя с нашим профессиональным праздником. Много высокопарных слов можно говорить о профессии учителя. Но они все действительно заслуживают того, чтобы они звучали в этот день. Потому что это действительно очень древняя профессия, очень нужная, важная в жизни каждого человека, в жизни всей страны. Все у нас были за партой. Ученые, президенты, космонавты, врачи, инженеры. И завтрашний день страны, то, какой будет страна лет через 20, это сегодня наши детки за партами, которые перед нами сидят. Поэтому на учителя большая ответственность. И вообще, очень серьезная роль учителя в жизни. С вами не поспоришь. Скажите, а считаете ли вы, что уши ученика на его спине? Нет. Почему? Ну, это старая... Еще во времена... Я просто вспомнил почему-то, это былые годы, когда проходил. Педагогику нам рассказывали, что так утверждали древнеегипетские учителя, которые использовали палки. К нерадивым ученикам. И только тогда они начинали слушать. Нет, нет, нет. Я такого не испытываю. Я люблю внимательные глазки, ушки, которые на макушке, глаза взрослых учеников, которые слушают учителя, очень внимательно впитывая каждое слово. И ты в эти минуты чувствуешь свою ответственность, что все, что ты сейчас говоришь, вкладывается в человека на всю жизнь. Это видно в их глазах. Поэтому здесь я поспорю с египтянами древними. Скажите, а как вызвать в этих глазках и ушках такой неподдельный интерес к науке? Вы знаете, учитель должен сам гореть, любить свой предмет, любить науку и этим зажигать детей, зажигать сердца детей, как говорили классики наши, педагогики. Любить детей, желать получить хороший результат, любить свою профессию. Вот, собственно, секреты их очень много, а с другой стороны, они все очень простые и очевидные. Лена Владимировна, но очень интересно, конечно же, узнать вашу историю, то есть какой у вас стаж, и как вы сами пришли к этой профессии. Потому что сегодня уже далеко не все выбирают учительство и считают это очень сложной работой. Это сложная работа, да, но очень благодарная, очень благодарная. Я закончила исторический факультет в 1990 году. Привет всем моим однокурсникам. Начала работать учителем еще на пятом курсе. Первое место работы – это Мирновская вторая школа. Ну, а затем, в силу разных поворотов судьбы, я оказалась в школе номер 11, позже гимназии номер 11, имени Тринева. С 2003 года я работала в должности заместителя директора. Руководителем нашей гимназии был народный учитель Украины Иошин Николай Васильевич, который создал школу, можно сказать, педагогическую, создал систему, которую мы сегодня стараемся, так сказать, высоко заданную планку держать. Ну, с прошлого года я являюсь руководителем гимназии номер 11. Это большая ответственность, большая честь. Люблю свой предмет, люблю давать историю, люблю давать общество знания, уроки права. Просто получаю удовольствие и отдыхаю на уроках с детьми в старших классах от, так сказать, всей ежедневной рутины работы директора. Это место, это минута, это 45 минут или несколько раз по 45 минут, где я вот отдыхаю, набираюсь энергии и работаю дальше. Скажите, а существует ли какая-то, ну, скажем, наблюдается ли вами эволюция студентов, учеников, вот, скажем, пять лет назад, десять лет назад и сейчас? Учеников старшеклассников, например, да? Ну, конечно же, есть определенные проблемы и минусы, которые накладывает наше информационное общество, скажем так, и дети сами это все знают. То есть, когда с ними говоришь о плюсах и минусах использования гаджетов, компьютеров, информационных технологий, о той системе подготовки уроков, которую они ведут, они все знают, все минусы. Не хватает начитанности, конечно, дети сегодня очень мало читают. Они существуют в интернете, это их среда, они родились в эту эпоху, они другого не представляют себе. Читальные залы, это не про них. Их очень радует, когда мальчики и девочки делятся о том, какую книгу они прочитали или интересный фильм посмотрели. Но хотелось бы, чтобы больше было таких минут. Эволюция сегодня происходит определенная со стороны родителей. Знаете ли, вот несколько последних лет наметилась такая ситуация, что родители и учителя, что ли, оказались по разные стороны несколько баррикад, да, вот эта вот тема образовательные услуги и потребители образовательных услуг. Мне кажется, не очень правильно так называть образование, услугой. И это поставило по разные стороны баррикад родителей и учителей. Они должны выступать вместе. И вот сегодня, мне кажется, качнулся этот маятник в обратную сторону. Буквально последние, может быть, пару лет я чувствую понимание от родителей, а в детях это отражается, если говорить об эволюции учеников, что только вместе учительский коллектив, родители, могут добиться результата, прежде всего, в воспитании, вырастить хорошего, порядочного, культурного, образованного человека. А во вторую очередь в качестве образования. Поэтому дети, как дети, они чудесные, хорошие. Старшеклассники уже более осмысленные. Сегодня они более осмысленно подходят к выбору будущей профессии. У нас есть в гимназии профильные классы, куда дети пишут заявления, самостоятельно поступая в 10-й профильный класс. уже как бы нацеливаясь на поступление в высшее учебное заведение. Ну, я думаю, что наша гимназия имеет определенный престиж в городе, статус. И они очень такие вот уже серьезные становятся в старших классах. Но я не скажу, что это эволюция. В нашей гимназии всегда старшеклассники отличались дисциплинированностью, сдержанностью, ответственностью. Вы сказали, что... Извините, пожалуйста. Но вы сказали, что что-то повлияло на то, что родители стали переходить на ваши баррикады. Что же это было как бы такого? А, видимо, почувствовали, что хорошего результата не получится, если противостояние этого не должно быть. Я вот хочу развивать в воспитательной работе нашей гимназии наряду с тем, что всегда патриотическое, гражданское воспитание было на высоком уровне и будет роль семейного воспитания. Как можно больше мероприятий совместных, как можно больше каких угодно, культурных, спортивных, приуроченных к разным датам с участием родителей. И они с удовольствием на это дело откликаются. И вот сознательно видно, как родители подходят к выбору поступления детей в первый класс. Почему? Потому что, знаете как, законы диалектики, отрицание, отрицание. Там мы уже были, где противостояние. Теперь мы приходим к пониманию, что хороший результат будет только из совместной работы. Лена Владимировна, вот я еще хотела такой вопрос задать. Мне интересно, как технологии сегодня влияют на процесс обучения. То есть уже появляются электронные дневники. Мы с Сашей, например, это не застали, даже не имеем понятия, как это работает. Есть электронные журналы, ну и, конечно же, у детей есть возможность учиться по электронным книгам. Сегодня это все внедряется активно? И насколько оно помогает учителям? Конечно, внедряются учебные кабинеты, оборудованные и активно, значит, и в Симферополе, и в нашем учебном заведении идет этот процесс, оборудованный мультимедийной техникой. Учителю, безусловно, это помогает. Современные дети, они, знаете ли, такие визуалы, они родились во время, в эту эпоху информационную, когда они глазами поглощают информацию больше, чем ушами. А вот электронные дневники, например, родители, имеют доступ к ним? Электронные дневники, значит, ведется работа это в Симферополе, это непросто, это непросто. Во-первых, нужно программы компьютерные доводить до совершенства, чтобы учителю было удобно с ними работать. Во-вторых, есть определенные сложности, если учителю приходится вести и бумажный журнал, и электронный журнал, на это все мало очень часов в сутках. Здесь есть проблемы, но все равно образование в целом движется в ту сторону, потому что оно не может быть отдельно от нашего информационного времени, так сказать. Раз мы растим детей, которые будут руководить страной и работать активно лет через 15-20, в эпоху высоких технологий, школа современная не может быть вне этого процесса. Как бы нам не нравились прошлые, так сказать, подходы, только вперед. Но здесь форма не должна, так сказать, быть во вред содержанию. Лена Владимировна, извините, буквально у нас осталось 30 секунд. Я прошу вас обратиться, вы обратились, поздравили своих коллег, обратитесь к ученикам, пожалуйста. Дорогие ученики, хочу пожелать вам, дорогие ученики, внимания, трудолюбия, больше читайте, больше интересуйтесь окружающей жизнью, экономикой, политикой, культурой, развивайте себя, не останавливайтесь на малом, идите вперед, смотрите шире на жизнь, уважайте своих учителей, родителей. Спасибо большое. Спасибо большое. Я напомню, у нас сегодня в гостях Елена Крамчанина, директор 11-й гимназии имени Тренева города Симферополя.